Детский сад Дети ранее очень-очень пользуются популярностью Они дорогие? Нет, они не дорогие В месяц 3000 рублей 3000 рублей это 2 занятия по часу получается Да, 2 занятия в неделю по часу получается Конечно же выгоднее водить ребенка в детский сад Скорее всего, да, по такой стоимости Но я пока не осмелюсь, очень маленькие дети Очень маленькие, там с 2 лет можно отдать в платный детский садик Потом, если подойдет очередь, перейти в бюджетный Но согласитесь, что отношения платного детского сада и бюджетного Они отличаются В платном детском саду больше условий Больше услуг предоставляется для детишек, для родителей В наших бюджетных садах не всегда так Хотя очень многие родители, не имеющие средств на платные сады Водят бесплатные Мы живем в Подмосковье У нас, я бы хотела сказать, что не очень качественные услуги Предоставляет детский сад бесплатный А вот в Москве, там бюджетные сады пользуются популярностью И в принципе все мам довольны Но Москва это у нас вообще отдельное государство Москва к России не относится А чем не устраиваются бесплатные сады в Подмосковье? Во-первых, это очереди Чтобы попасть в садик с трех лет, нужно выждать очередь И еще нет гарантии, что ребенок именно с трех лет пойдет в этот детский сад Что освободится место Во-вторых, это, конечно же, обеспечение в саду В платных садах и бассейны, и кружки, и врачи, и педагоги, которые приходят в садик В бесплатных, конечно же, этого не встречается в большинстве случаев А какой процент населения вводит своих детей все-таки в бюджетный сад? Я думаю, что большая часть населения, процентов 70-80, вводят детей в бюджетные садики То есть получается, что ребенок может прождать в свою очередь в бюджетный детский сад практически до школы? Ну не до школы, а лет до четырех точно может прождать очередь, если не освободится место И, соответственно, мама не может выйти на работу? Мама не может выйти на работу, да, приходится или же нанимать няню, стороннего человека Или же самой маме сидеть дома с ребенком, жить на заработок отца Это если полноценная семья А ты узнавал среднюю стоимость няни? Средняя стоимость няни где-то тысяча-полторы тысячи в день Полторы тысячи в день, это с утра до вечера, да? Это с утра до вечера, да Ну то есть няня получается дешевле платного детского сада? Или примерно точно так же? Ну если мама работает все будние дни, ну на тысячу умножается, ну так и получается Да, но тут еще зависит от того, что ребенок общается с няней дома Ну няня развлекает, няня водит в развивашки, ходит на улицу А в детском саду, конечно же, ребенок находится в обществе А чем ты в свободное время любишь заниматься? Если есть свободное время Да, если оно есть Если оно есть, во-первых, готовка, да, люблю готовить, как вы уже заметили Да, кстати, рецепт пирога мы ждем Да, обязательно предоставлю Люблю шить Ну что ты шьешь? Я шью, в принципе, все, как у меня есть, если там будет видно Швейная машинка всегда на готове Покажи что-нибудь Что-нибудь покажу Ну вот, что успела сейчас найти Вот такая вот замечательная юбка-пачка Очень красивая Да, когда дочке было 5 месяцев, мы ходили на новогоднюю фотосессию Она была в ней такая няшка, я обязательно дам фотку Посмотрите, какая она была красивая Вот, себе связала вот такую замечательную шапочку Зацените Очень здорово Вот, ну это вот пока то, что есть под рукой Можно искать, конечно, долго В основном все у мамы хранится, потому что дома не так много места Чтобы разместить все наше творчество Очень здорово Но если бы у тебя был выбор остаться домохозяйкой Или выйти на работу, когда Василиса пойдет в сад, что бы ты выбрала? Скорее всего, работу все-таки Потому что, когда ребенок находится в саду, сидеть дома это очень сложно Это надо чем-то заниматься постоянно Найти себе какое-то увлечение Ну и финансовый вопрос тоже остро стоит Нужно зарабатывать деньги Вот, я думаю, что это очень сложно Продолжение следует...